Ребят, всем привет! Не оставляю я попытки наладить работу сервисных центров в Украине. И вот сегодня лично я поприсутствовал в одном из них. Приехал в город Киев. Приехал в сервисный центр, который расположен в самом центре. Я думаю, возле Ocean Plaza многие знают, где это находится. Ну, на самом деле, чудеса в этом сервисном центре начинаются еще с подъезда к нему. Когда вы пытаетесь парковать свои автомобили, приходят непонятные люди, которые говорят, что тут нельзя парковаться, там нельзя, эта парковка нам принадлежит, эта парковка вам не принадлежит. В общем, начинаются всякие интересные истории. Сам сервисный центр, кто здесь не бывал, выглядит, в принципе, очень прилично и находится в нормальном месте. Вот вход в него, большое количество людей сюда приезжает, потому что популярный такой сервисный центр. Можно увидеть здесь много классных машин и много злых людей, которые пытаются пробиться сквозь толпу Рюшал и записаться в очередь на обслуживание. Значит, как это происходило только что со мной, вы сможете посмотреть на видео, которое сейчас будет после моего спича. Единственное, что я хочу сказать, что, в принципе, я не удивлен. Этот сервисный центр, кстати, мне рекомендовал господин Князюк. Ну, как рекомендовал, он говорил, что в Киеве, в принципе, все в порядке, что в Киеве проблем нет, можно записаться. Естественно, я попытался с утра зайти в электронную очередь. Естественно, там мест нету до, блин, Рождества Христова, поэтому записываться туда бестолку. Поэтому я решил воспользоваться, как они говорят, туточной черкой, так называемой. Когда вы можете приехать и воспользоваться туда бестолку, например, кто записался и не пришел. Что из этого вышло, вы сейчас увидите. Я думаю, что станет сразу всем понятно. И господину Князюку, который наверняка никогда не был в этом сервисном центре лично, он вообще не понимает, что он бы не прошел даже этап охраны, который здесь находится. То есть я думаю, что в принципе не пустили бы, потому что точно так же бы не узнали, и было бы всем пофиг, кто пришел и для чего пришел. Поэтому я рекомендую господину Князюку, его заму, посетить этот сервисный центр, попробовать записаться в поточную черву, которую они так рекомендуют и хвалят, и вместе попробуем обновить права. Уверен, что завтра, конечно же, здесь будет уже работа налажена немножко получше, но в целом эта картина не исправит. Пока мы вас, как это помягче сказать, не выпьем с руководства сервисных центров Украины. Сюда. Почему? А что, есть такие стоянки? Да, 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 конечно. Вы туда принадите вместе. Прям отдельные стоянки для вашего предприятия? Абсолютно. А как так получилось, что у нас... Вот видите, она огражденная. Да когда ни о чем не говорит, у вас какие-то документы есть от города, что она вам предоставлена? Ну, да, человек, ну, я вас прошу, то есть, ну, есть же места... Нет, это есть, я еще раз говорю, это... У нас, да, у нас есть документы, которые... А можно посмотреть? Ну, нам же не обязаны... Как это нет? Ну, вы говорите, что это ваша стоянка, просите мне убрать машину. Если это действительно ваше, я готов убрать, но для этого должны быть документы. Хорошо, я с вами не буду. Спасибо. Я хочу права себе облюбить. У вас электронная черга есть? Да нет, вот я же хочу узнать, как здесь... Нет, вот все, вас не прыгну. Без электронной черги вас не прыгну. Все. Пожалуйста, на выход. А вот эта вот поточная черга, я кае... Нет, нет, никакой поточной черга. Так я в информацию хочу узнать. Нет, такого нет. В смысле, в информации можно узнать? В информации только по телефону, на сайт звонят. Так вот, написана информация, я могу подойти узнать? Она не работает. В смысле, ну люди же там сидят? Вот здесь он принимает просто тупо справки, а не судимость. Все. В смысле тупо? Но это информация же? Я могу узнать, как записать? А по телефону, нет. А почему? По телецу. А по какому звонить надо? А вы тупо справки здесь принимаете? Почему? Тупо справки принимаете? Ну охранник говорит, вы тупо справки принимаете. Нет, я беру просто заявку. А как записаться мне в вашу электронную очередь? В электронную не працюете, если он не працует, то мы в журнал. В журнал? Если он не працует, электронная черга, записываем журнал. Ну хорошо, можете записать меня в журнал? На когда? Я хочу себе международные права сделать. Сделать международные права хочу себе. Вы особо? Я особо. А что, можно и ничего записать? Нет, так о чем он пытается, если ничего не... Если человек пришел, хотела записать даньку, я говорю, я хочу, запишу, данька сама записываю. Это не замена, это замена посвященного дела. Для международного зразка. Вы знаете, у вас сейчас есть свободные места или нет? Ну я вижу, что есть, много людей, которые, ну, раз, два, три, четыре. Ну, действительно, раз, два, три, четыре. Четыре люди, ну, никого не обслуживают. Понимаете, что клиент в сервисном центре не сидит весь час біля адміністратора? Да, я понимаю, потому что он не может до вас потрапить. Смотрите, кто есть? Если вы адміністратор, у функции таки, как, ну, там, намагаться людей виштопхнуть на улицу и сказать, что вы не можете сюда потрапить без черги. Что у вас сегодня говорится? А? В первом, в державе введено карантин. Пропускный режим исходит для того, чтобы забезпечить... До информации я маю потрапить, чтобы дизнаться, как записаться в чергу, или нет? Информация расширена на сайте, в интернете. Для этого просто нужно взять... Як вас звати? Як вас звати, скажу? Евген, вы меня услышите. Для того, чтобы записаться к вам на сайт, необходимо, чтобы очередь работала. Это первое. Второе. Для того, чтобы прийти к вам и не записываться на сайт, а узнать это лично, необходимо дойти до уровня информации. К сожалению, до него дойти нельзя. Хорошо. Я хочу лично прийти и узнать, это возможно или нет? Можем, но на них же когда в державе вводили карантин и вводили какие-то обмежения, что до перебывания людей в промышлении. Я сейчас нарушаю какое-то ограничение? Я сейчас какое-то ограничение нарушаю? Ну, на разе нет. Ну, так чему мы эти диалоги ведем? Я задаю простой вопрос. На когда я могу получить услугу и почему ваша охрана людей не пускает? Я сейчас сказал, если вы не можете задать электрон, и то он... Я не могу, потому что не працюю ваша черга. Если бы я мог, я бы взял. Смотри, давайте не будем спорить. Я же до этого пытался записаться. Все равно я не понимаю. Ну, сейчас куча операторов свободных. Заранку черга працювала. Не было никаких проблем записаться до нас в автону чергу. Сейчас она не працюет. Добрый, я отримал якийсь там номер чи что-то. Да, да, да. 843 номер на завтра забирали. Вы можете надать его, чи как-то записать? 11 каждый день. Ну, так выглядит этот номер. Так, записали. Зараз подивим, что с целью. Потому что мы с ранку ее переверяли, и она абсолютно нормально працювала. Записаться была возможность на завтра и на після завтра. На сегодня не было. Дивите, даже вопрос, ну, не в электронной черзе. Вопрос в том, почему не можно до вас потрапить, не записаться тут. Вот, как я это сделал. А вы пробовали сами вообще на этот телефон дозвониться? А вы набирайте его с вашего номера. Наберите, пожалуйста, этот номер телефона. Давайте вас запишем. Вы сами лично пробовали хоть раз туда позвонить? Так вот, если бы вы туда хоть раз позвонили, вы бы поняли, что на этот телефон дозвониться нельзя. И тогда бы эти вопросы сами собой отпали. Якость нам не надо. Нам надо, чтобы это был нормальный человеческий сервис, а не Якость. Нормальный сервис, запишите через интернет. Зайдите на сайт Волновь сервис на центр. И запишите. Это же просто. Это просто, когда это работает. А вам я рекомендую на досуге звонить на ваш номер телефона и пробовать записаться. До завтра.